В этом видео мы поговорим о том, какие последствия могут вас ждать после имплантации зубов. Какие частые жалобы есть у пациентов, насколько они серьезные и самое главное, всегда ли приживается имплант. Давайте узнаем всю правду. Поехали! Меня зовут доктор Виктор Круш, я стоматолог-имплантолог из Израиля. В моих клиниках в Теревиве и Иерусалиме я ежедневно помогаем им пациентам вернуть способность улыбаться и жить полноценной жизнью. Почему выбирают имплантацию зубов? Имплантация зубов – это хирургическая процедура, при которой искусственные корни зубов вставляют в костную ткань, челюсти. После чего на них устанавливают зубные коробки и мосты. Это может быть предпочтительным методом во многих ситуациях по нескольким причинам. Первое – это эстетика. Импланты зубов выглядят и воспринимаются практически как натуральные зубы. Это позволяет пациентам восстановить естественный внешний вид улыбки, что может иметь большое значение для их самооценки и уверенности. Второе – это функциональность. Импланты обеспечивают превосходную функциональность при жевании и разговоре. Они намного надежнее и устойчивее, чем съемные протезы и позволяют пациентам комфортно наслаждаться пищей. Третье – это предотвращение деформации. После потери зуба костная ткань челюсти начинает атрофироваться. Имплантация помогает сохранить костную массу и структуру, предотвращая деформации челюсти и, соответственно, лица. Четвертое – это долговечность. В случае правильного ухода и регулярных проверок имплантанты могут служить десятилетиями, а иногда и на всю жизнь. Пятое – это сохранение соседних зубов. В отличие от мостов и съемных протезов, импланты не требуют шлифования соседних зубов для установки. Шестой – это защита от стоматологических проблем. Импланты также могут помочь предотвратить проблемы с деснами и костью, связанные с отсутствующими зубами. Что касается мифа о том, что имплантаты не приживаются, то современные технологии и методики имеют очень высокую степень успешности. Процедура имеет высокий процент успешных приживлений и тщательное планирование и квалифицированные хирурги и соблюдение рекомендаций во время послеоперационного периода существенно снижает риск осложнений. Адаптация организма к новым имплантантам после операции имплантации зубов – это процесс, который может включать в себя несколько этапов. Первые несколько дней после процедуры пациенты могут столкнуться с определенными симптомами и ощущениями. Первая проблема – это опухание и дискомфорт после хирургического вмешательства. И травмирование слизистой ткани начинается процесс заживления. Это может привести к припухлости и небольшим болям в области операции. Отек – это естественная реакция организма на травму, вызванную хирургическим вмешательством. Боль обычно является следствием восстановительных процессов, связанных с заживлением. Дискомфорт может также возникнуть из-за манипуляции щелюстью во время операции. Вторая проблема – это слабость и утомляемость. Поскольку организму требуется дополнительная энергия для заживления и ремоделирования тканей, пациенты могут ощущать усталость и общую слабость. Третья проблема – это ограниченная функциональность. Первые дни после операции рекомендуется ограничить нагрузку в области имплантации. Это может означать временные ограничения в питании, мягкая пища, избегание некоторой активности, которые могут оказывать давление на челюсть. Постепенно организм начинает адаптироваться к присутствию новых имплантов. Со временем припухлость начинает снижаться, а болевые ощущения уменьшаются. Ткани начинают заживать. Образуется новая костная ткань вокруг имплантата. Процесс известный как остеоинтеграция, и операционная область постепенно становится менее воспаленной. Когда кость полностью интегрируется с имплантом и заживление завершено, пациенты могут почувствовать, что новые имплантанты начинают чувствовать себя как часть естественного окружения. Боли и дискомфорт уходят, и функциональность восстанавливается. Со временем большинство ограничений, связанных с питанием и активностью, снимаются. Пациенты могут постепенно возвращаться к обычному режиму питания и повседневной активности. Также, послеоперационное восстановление требует тщательного наблюдения и ухода. Регулярные визиты к стоматологу помогут убедиться в успешной интеграции имплантов и предотвратить возможные осложнения. Таким образом, адаптация к имплантантам – это естественный процесс, который с течением времени приводит к полному восстановлению функциональности и комфорта пациента. Частые жалобы и реальность. Давайте рассмотрим жалобы, которые возникают у пациентов после имплантации. Первые жалобы – это боль. Небольшая боль в первые дни после операции и имплантации зубов является нормальной реакцией организма на хирургическое вмешательство. В процессе заживления происходит воспаление, которое может вызвать дискомфорт. Обычно боль начинает уменьшаться в течение первых нескольких дней по мере того, как ткани заживают. Рекомендуется принимать прописанные врачом анальгетики и придерживаться указаний врача по уходу за раной. Если боль слишком интенсивная и не уменьшается со временем, важно связаться с вашим врачом для консультации. Вторая жалоба – изменение вкусовых ощущений и нарушение проприорецепции. Восстановление нервных связей после операции может привести к временным изменениям восприятия вкуса. Вкусовые рецепторы нуждаются во времени, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Это может вызвать незначительные изменения в ощущении вкуса. Однако в большинстве случаев нормальные вкусовые ощущения возвращаются в течение нескольких недель или месяцев по мере заживления и адаптации. Третья жалоба – ощущение чужеродного тела. Ощущение, будто в полости рта находится что-то чужое. Может быть результатом того, что мозг адаптируется к новым структурам в ротовой полости. Это подобно тому, как мозг адаптируется к новым зубным брекетам или съемным протезам. Со временем ощущение чужеродного тела обычно исчезает, поскольку мозг привыкает к новой анатомической конфигурации. Четвертое жалоба – проблемы с сживанием и речью. Проблемы с сживанием и речью могут возникать первое время после установки имплантов и коронок на них. Особенно, если они требуют времени для остроинтеграции сращивания с костью. Корректная настройка имплантов и последующая адаптация организма к новой ситуации могут занять некоторое время. Постепенно мышцы и нервы в округе имплантов начинают функционировать более эффективно, что улучшает жевание и речь. Важно понимать, что многие из этих проблем временны и обычно решаются по мере заживления и адаптации организма к новым имплантов. Однако, при наличии серьезных и длительных проблем всегда лучше обратиться к стоматологу или хирургу для профессиональной консультации и рекомендации. Большинство жалоб это обычные процессы, которые необходимы вашему организму для адаптации после операции. Но иногда могут появиться и действительно ужасные симптомы, если была некачественно выполнена операция. Такие как парастезии, потери чувствительности при повреждении нижнечелюстного нерва, как правило на нижней челюсти, и инфраорбитального отверстия на верхней челюсти. Перфорация гайморовых полостей приводит к острому и хроническому синуситу с угрозой распространения инфекции на лобные пазухи и поражения головного мозга, развитию энцефалита. При установке скуловых имплантантов, повреждение орбиты и вхождение туда имплантов, что может привести к частичной или полной потере зрения. В своей клинике мы провели уже несколько тысяч операций, которые прошли успешно. Поэтому, чтобы быть спокойными за свои зубы, вы всегда можете обратиться к нам. Вы можете выбрать два типа консультации. Платную, где вы получите подробный план лечения, и бесплатную, где я рассмотрю вашу ситуацию и дам свое предварительное мнение. В моей клинике в Тель-Авиве и Иерусалиме я и моя команда заботимся о том, чтобы пациент мог чувствовать себя комфортно, при этом получать сервис достойного качества. Я специализируюсь на имплантации зубов и рассматриваю каждого пациента как отдельный проект, подбирая ему персональный и самый необходимый план лечения и протезирования. Наша клиника в Тель-Авиве находится в самом центре, и вы при желании можете прилететь на 3-4 дня, чтобы решить все вопросы, связанные с имплантацией. Если вам интересно имплантации, вы можете прилететь в Израиль. Пришлите мне свой панорамный снимок, и я предоставлю вам план лечения и протезирования. Ссылка находится под этим роликом, в закрепленном комментарии и описании к этому ролику. Симптомы, при которых стоит обратиться к врачу. После операции имплантации зубов важно следить за своим здоровьем и внимательно реагировать на любые симптомы. В некоторых случаях определенные симптомы могут сигнализировать о возможных осложнениях или проблемах. Вот некоторые из таких симптомов, при которым следует обязательно обратиться к врачу. Первый. Интенсивная боль. Хотя небольшая боль в первые дни после операции является нормальной, интенсивной или усиливающей боли, могут указывать на развитие инфекции, повреждение анталтомических структур при некорректной установке импланта или другие осложнения. Второе. Сильная припухлость, сильный отек. Если опухание продолжает увеличиваться и не уменьшается после нескольких дней, это может говорить о воспалительных процессах и других более сложных проблемах. Третье. Высокая температура, лихорадка и повышенная температура тела могут свидетельствовать о инфекции. Это требует немедленного вмешательства врача. Четвертое. Сильное кровотечение. Если кровотечение из раны не удается остановить или оно продолжается в течение длительного времени, необходимо обратиться к врачу. Пятый. Постоянное или ухудшающееся ощущение чужеродного тела. Если ощущение чужеродного тела в полости рта не исчезает со временем или даже усиливается, это может потребовать оценки специалиста. Шестое. Затруднение с жеванием, речью или открыванием рта. Если вы испытываете постоянные проблемы с жеванием, произношением слов или даже с открыванием рта, это может свидетельствовать о неправильной адаптации имплантантов и коронок и мостов на них. Седьмое. Это неконтролируемые симптомы. Если вы заметили необычные симптомы, такие как сильное покраснение, язвы или выделение из раны, важно обратиться к врачу. Регулярное общение с вашим врачом во время адаптации к имплантантам является критически важным. Посещения по расписанию могут выявить и решить проблемы на ранних стадиях, что способствует успешной адаптации и минимизирует риски осложнений. Не стесняйтесь обсудить с врачом все свои опасения и вопросы, чтобы обеспечить оптимальное восстановление после операции. Не забывайте, что каждый случай очень индивидуален и нужно разбираться с каждой ситуацией на месте. Но у меня есть множество других видео, где я рассказываю о здоровье зубов, о протезах, имплантах и многом другом. Возможно, вы найдете именно ваш случай. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Будьте здоровы и улыбайтесь чаще. До встречи в следующих видео.